Сейчас максимальное внимание к Минску. Там проходит встреча нормандской четверки. Это Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Алланд и Петр Порошенко. Решается ни много ни мало судьба тысяч жителей Донбасса. Смогут ли договориться о прекращении огня? Получится ли убедить Киев отвезти тяжелую артиллерию от крупных городов? А может быть вообще удастся положить конец военному конфликту? Из Минска в прямом эфире наш спецкор Стас Натанзон. Стас, здравствуйте. Хоть малейшие утечки есть, как проходит встреча? Здравствуйте, Алексей. Нет никаких утечек. Встреча проходит с закрытыми дверями. Что называется, в узком кругу журналистам разрешили снять лишь первые 30 секунд этого заседания. И никаких заявлений во время этих 30 секунд сделано не было. И в таких условиях журналистам просто приходится ловить сигналы, что ли, с этих переговоров. Вот важная деталь. Может быть, Владимир Путин и Петр Порошенко пожали друг другу руки. Пожали руки, конечно же, и Франсуа Аланду, и Ангела Меркель. Можно ли считать это позитивом? Или пока рано тут идут споры? Мы знаем, что протокол нынешней встречи уже нарушен. Подойти на так называемое семейное фото. Фото на фоне флагов. Лидеры четырех стран решили не подходить на это семейное фото. И сейчас, повторюсь, заседают в закрытом режиме и в узком кругу, без своих помощников и советников. Как только четверо лидеров, Франсуа Аланду, Ангела Меркель, Владимир Путин и Петр Порошенко, о чем-то существенном договорятся, они, скорее всего, выйдут в зал для расширенных переговоров, где их уже ждут министры иностранных дел всех четырех стран, и эксперты, и помощники. Дальше переговоры и консультации продолжатся, и, возможно, будет выработана какая-то новая мирная инициатива. Мы знаем, что сейчас же, в эти же минуты, параллельно со встречей нормандской четверки, проходит и еще одна встреча так называемой контактной группы по Украине. В нее входят представители ДНР и ЛНР, представители официального Киева, бывший президент Леонид Кучма, и проходит эта встреча при посредничестве России и ОБСЕ. Там, наверняка, также готовятся какие-то документы и предложения для нынешней встречи в нормандском так называемом формате. Мы знаем, что встреча готовилась буквально до последней минуты. Вот, например, Франсуал Ант и Ангела Меркель последние переговоры проводили прямо здесь, в Минске, прилетев и встретившись в аэропорту. Франсуал Ант приземлился первый, дождался самолета Ангела Меркель, поднялся к ней на борт, и там два лидера о чем-то еще короткое время разговаривали. И потом вместе же на одной машине отправились в дворец независимости, который за моей спиной, где их уже встретил Александр Лукашенко и где сейчас проходит встреча. Также мы знаем, что Владимир Путин буквально накануне этой встречи разговаривал с Бараком Обамой по инициативе американской стороны. Также очевидно, что речь шла, и об этом сообщалось, о мирном урегулировании на востоке Украины. В общем, надежд на нынешнюю встречу здесь, в Минске, очень много внимания к ней со всего мира. Вот достаточно одной детали. Сюда, в белорусскую столицу, приехало 500 журналистов. Беспрецедентное число для такого рода встреч. Все с нетерпением ожидают какого-то результата. Возможно, мы его получим в ближайшие часы. Алексей. Да, спасибо, Стас. Стас Натанзо на встрече в Минске. Ну и еще о переговорах политического образователя ВГТРК Павла Зарубина. Час назад фактически отстранили от освещения саммита. Причина вопрос Петру Порошенко. Он ему, судя по всему, не понравился. Павел сейчас на прямой связи. Павел, здравствуйте. Что за вопросы? И с каких пор журналистам нельзя ничего спрашивать? Здравствуйте, Алексей. Ну, действительно, я задал вопрос, который, на мой взгляд, хотели бы задать украинскому президенту очень многие журналисты. Российские журналисты, мировые журналисты. Но дело в том, что, как мы все с вами прекрасно знаем, за последний год российским журналистам всячески чинят препятствия в работе на Украине. Нас не аккредитовывают на официальные мероприятия. Более того, российских журналистов избивают. Поэтому в спокойной обстановке на официальной пресс-конференции задать вопрос президенту Украины вообще невозможно. Поэтому единственная возможность это вот такие мероприятия. И в тот момент, когда президент Украины входил во дворец независимости, то есть еще, в общем, в этот момент ничего не происходило, не было даже никаких рукопожатий. Он входил, и я задал ему вопрос о том, зачем украинские войска бомбят мирных жителей. Вот как это было. Ну, украинский президент сделал вид, что он не слышит этого вопроса. Хотя, конечно, вопрос слышали все, в том числе и украинский президент. После этого, к сожалению, работать мне здесь не дают. Мне предложили очень настойчиво белорусская принимающая сторона сесть и сидеть в пресс-центре, не выходя из него. То есть я нахожусь во дворце независимости, там, где идет заседание нормандской четверки, но не могу выйти никуда, кроме... могу находиться только в пресс-центре. Алексей. Спасибо, Павел. Павел Зарубин рассказал о том, за что его отстранили от освещения встречи нормандской четверки. Но сейчас непосредственно на юго-восток Украины бои между ополченцами Донбасса и окруженными украинскими солдатами в Дебальцево продолжаются и в эти минуты. Впрочем, в Киеве существование котла до сих пор отрицают. Об этом сегодня говорил сам президент Порошенко. И ту же мысль позже повторил министр обороны Полторак, который сообщение об окружении назвал выдумкой. При этом украинскую сторону не смущают потери, которые несут ВСУ, а цифры растут с каждой новой попыткой вырваться из кольца. Только сегодня около Кургана могила острая. Погибли 19 военнослужащих. Это официальные данные Генштаба Украины. Из котла, которого по версии Киева нет, наш военкор Евгений Поддубный. Украинские силовики пытаются вырваться из Дебальцевского котла. Для этого они задействовали всю огневую мощь, которая есть в распоряжении как группировки, которая оказалась в окружении, так и у тех сил, которые находятся по другую сторону линии противостояния. Сейчас вы можете слышать по позициям сил ополчения. У трассы, которая соединяет Дебальцево и Артемовск, бьют из реактивных систем залпового огня ГРАД, Ураган и СМЕРЧ. Используют дальнобойную артиллерию. В районе трассы, которую украинские силовики называли дорогой жизни, и пользовались ей для подвоза продовольствия, пополнения медикаментов группировки, которые находятся в Дебальцеве, сейчас идут ожесточенные бои. Одна танковая колонна была сформирована украинскими силовиками в Светлодарске, чтобы прорвать котел снаружи. Другая танковая колонна при поддержке пехоты, более ста человек, предприняла попытку прорыва из Дебальцевского котла. То есть контрнаступление шло с двух сторон, как нам сообщили ополченцы, которые находятся непосредственно на месте боестолкновений. Пока украинские силовики не смогли прорвать позиции сил Донецкой Народной Республики. Вот только с этой позиции мы наблюдаем, как три вражеских танка постоянно выходят на позицию, отстреливаются и уходят. Мы ждем. Пусть быстрее, потому что своих, как говорится, танков, можно сказать, мало. Нам надо еще, пусть их везут побольше. Только что в небе у Дебальцевского котла был замечен самолет Су-25 ВВС Украины. Ополчение выставило расчет с приносным зенитно-ракетным комплексом для того, чтобы уничтожить самолет в случае, если пилот решит ударить по силам ополчения, которые находятся у трассы, что соединяет Дебальцево и Артема. Была команда, что вылетели противники, которые хотят бомбить наши города, наши села. Мы приехали устранить эту агрессию. Все это происходит на фоне мирных переговоров, на фоне того, что политики пытаются договориться о прекращении огня. Но вот пока силам ополчения удается сдерживать украинских силовиков, не выпускать их из котла, позиции удерживаются как на высотах у Углегорска, так и, собственно, на трассе Дебальцево-Артемовск. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести. Дебальцевский котел. Дмитрий Щугрев коротко дополнит информационную картину дня. Дмитрий. Да, Алексей, добрый вечер. Конечно, основные новости сегодня из Минска, из юго-востока Украины. Но вот еще. Крымский филиал Укртелекома будет национализирован. Решение принял парламент республики. Это ответ на действия руководства. Компании накануне на полуострове отключили практически все стационарные телефоны интернет. Кроме того, компания, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, как стало известно, финансировала силовую операцию Киева на юго-востоке. Казахстан будет вместе с Россией искать выход из сложной экономической ситуации. Об этом сегодня говорили в Астане на расширенном заседании правительства. Президент Назарбаев критиковал западные антироссийские санкции. Они косвенно оказали отрицательное влияние и на казахское народное хозяйство. Расходы бюджета страны решили сократить на 10%. Нацбанк пообещал сдерживать курс Тенге в рамках валютного коридора. Под Волгоградом сегодня разбился бомбардировщик Су-24. На борту находились два члена экипажа. На месте крушения образовалась воронка диаметром до 25 метров. Там может находиться и кабина с черными ящиками. Как сообщили в Минобороны, полет выполняли опытные летчики, каждый из которых имел налет более тысячи часов. Боекомплекта на борту не было. На время следствия приостановлены полеты всех Су-24. Польские фермеры провели очередную акцию протеста. На этот раз в Варшаве, около здания Минсельхоза, протестующие требуют дотации от правительства, в том числе в связи с потерей российского рынка. Обещают собрать на следующей неделе в столице 100 тысяч недовольных фермеров. В Бельгии завершился самый масштабный процесс над исламистами. В Европе суд Антверпена приговорил к 12 годам тюрьмы лидера радикальной группировки бельгийский шариат Фуада Белкасема. Еще 45 активистов получили сроки от 3 до 15 лет. Большинство были осуждены заочно, так как либо сражаются на стороне исламистов в Сирии, либо уже убиты. Европейское космическое агентство произвело первый запуск экспериментального космического аппарата. Он был запущен ракетой-носителем «Вега» с космодрома Куру во французской Гвиане, достиг высоты 412 километров и спустя час 40 минут успешного полета приводнился в Тихом океане. Вот, Алексей, такие вот новости тоже привлекают сегодня внимание. Да, спасибо, спасибо, Дмитрий, мы продолжим. В Кронштадте сегодня похоронили Раузу Галимову, блокадницу, которую в магазине «Магнит» сдали в полицию из-за якобы краденной 3 пачки масла. В отделении у 81-летней пенсионерки не выдержало сердце. Родственники теперь хотят подать в суд на сеть «Магнит» и ее владельца, кубанского миллиардера Сергея Галицкого. Против него вообще, можно сказать, ополчился весь Петербург. Жители бойкотируют магазины, проводят акции, свои меры придумывают даже депутаты ЗАГС-собрания. К бойкоту присоединяются и в других городах, от Екатеринбурга до Севердвинска. Ко мне присоединяется Антон Подковенко. Антон, здравствуйте. Ну вот, получается, скандал только обостряется. Можно ли сказать, что это в том числе из-за реакции «Магнита» и самого Галицкого? Ну, безусловно, а как могло быть иначе, если извинений никто так и не принес? Итак, Петербург бурлит, и не только он. Смерть блокадницы из-за трех пачек масла. Иначе трагический инцидент с пенсионеркой Раузой Галимовой в магазине «Магнит» городские СМИ не называют. Депутаты Северной столицы отреагировали по-своему. Глава городского парламента поднял тему дополнительной защиты прав пожилых людей и уже готовы обращение к Государственной Думе. Принято в первом чтении единогласно. Так же, как к детям, надо относиться к лицам пожилого возраста. От 75 лет и выше. И если здесь что-то произойдет, какой-то поступок немотивированный, еще что-либо, то обязаны вызывать и родственников, социальных работников, медицинских работников. Жители блокадного Ленинграда, в Петербурге есть такая организация, предложили организовать курсы вежливости для сотрудников магазина «Магнит». А еще готовы каждый, а их осталось всего 160 тысяч, заплатить 300 рублей за пачку масла лично владельцу торговой сети «Магнит» Сергею Галецкому. Но вряд ли это нужно олигарху, который занимает 216 место в мировом рейтинге миллиардеров «Форбс» с состоянием больше, чем в 10 миллиардов долларов. Золотой кубанский бизнесмен или самый богатый ритейлер России, как его называют в прессе, владеет еще и футбольным клубом «Краснодар», который содержится полностью на его деньги. Не говоря уже о том, что Галецкий в топе самых богатых бизнесменов нашей страны, а его «Магнит» — крупнейшая в России розничная сеть. Магнит страшнее блокады. С таким лозунгом жители Северодвинска встали на днях прямо у витрин магазина. В Екатеринбурге тоже пикет. Читаем на транспарантах. Три пачки масла — цена одной жизни. Магнит меняет масло на жизнь. В самом Кронштадте, откуда блокадница родом, жители выложили пачки масла у того самого магазина, где все случилось. Он сейчас закрыт, а стены в крайне гневных надписях. Что касается реакции самого «Магнита», то пост в официальном твиттере не меняется пятый день. Директор нашего магазина, вызвавшая правоохранительные органы, действовала согласно инструкции. Но это тот случай, когда нужно было отойти от формального выполнения обязанностей. Сейчас магазин в Кронштадте проверяют различные службы по инициативе Петербургской прокуратуры. И есть основания полагать, что магазин работал с многочисленными нарушениями. Вопросы и к противопожарной безопасности, и к качеству хранения продуктов. Говорят, нашли просроченные. Решается вопрос о возбуждении сразу нескольких административных дел. Между тем, у петербургских депутатов еще две недели на поправке к своему документу. Тут важно не продублировать уже действующее положение. В уголовном законодательстве и сейчас есть нормы о смягчающих обстоятельствах в случае состояния здоровья подозреваемого, в том числе в связи с возрастом. А в законе о полиции черным по белому написано про уважительное отношение к гражданам. Закон о полиции, который предусматривает уважительное и корректное отношение сотрудников правоохранительных органов ко всем гражданам, в том числе и задержанным, вне зависимости от их возраста. Поэтому говорить о том, что правоохранительные органы должны быть крайне вежливы из-за возраста, некорректно. По одной простой причине. Мы таким образом допускаем мысль, что к 30-летним полиция может быть и некорректна, и невежлива. С другой инициативой, незаконодательной, уже выступила Ассоциация Компаний Розничной Торговли. Она объединяет около 40 крупнейших торговых сетей страны. Трагедия 3 февраля в Кронштадте, а ее называют именно так, требует создания особого этического кодекса общения с клиентами. Сборника конкретных указаний для сотрудников магазинов, которые никак не могут разрешить конфликтную ситуацию с покупателем, в частности, пожилым. Первые экземпляры, вероятно, выдадут сотрудникам «Магнита». Спасибо.